В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Не для галочки. На днях самарский мэр держал экзамен перед Думой. Дмитрий Азаров представил депутатам отчет о том, чем занимался он сам и его подчиненные в минувшем году. Краткое резюме на 300 страницах. Монолог почти на час и диалог на злобу дня по его окончанию. Это, кстати, ежегодная традиция. Острые вопросы главе депутата задавали устно и письменно. В этом году их, кстати, было чуть ли не вдвое меньше, чем в предыдущем. Всего 37. Остановлюсь на ключевых аспектах. Отчет Азаров начал с двух животрепещущих тем. Чиновников и дорог. Первых успокоил собравшийся градоначальник. В 2012-м существенно подсократили, как и расходы на них. Всего с 2010 года номенклатурный аппарат мэрии уменьшился на треть. С дорогами же пока не все так гладко. Мэр напомнил цифры, уже звучавшие в СМИ. Сейчас в нецензурном, простите, ненормативном состоянии находится 70% магистралей. Еще два года назад таковых было 90%. Причина тому финансовая анорексия. Много лет Самара сидела на жесткой денежной диете, не получив на ремонт дорог порядка 18 миллиардов рублей. Дмитрий Азаров уверен, при условии адекватного пополнения городской казны на капитальное решение проблемы понадобится максимум пятилетка. Тем более, что требования к подрядчикам серьезно ужесточились. То, что реконструкцию полуночарского будем делать, там гарантия 12 лет, да, предварительно по реконструкции. Но там и вынос сетей и все остальное. Тем не менее, за качество, что называется, мы будем следить, следить очень жестко. И сегодня, поверьте, ни у одного подрядчика нет заблуждений, что он может сделать, а через год ему ничего не предъявят. В приоритете в годах минувшем и текущем остаются не только дороги, но и вопросы физкультуры и спорта все-таки мундиальны за горами. Здесь городоначальник замечает, что по сравнению с 2010 годом финансирование этой отрасли выросло в пять раз. Ну и, наконец, пресловутая очередь детсады. В прошлом году открыли порядка 4000 дополнительных мест. Ну и впервые в новейшей истории города в 2012-м было начато строительство сразу пяти дошкольных учреждений. Подчеркивает глава Самары, добавляет, что его команда планирует окончательную точку в этом наболевшем вопросе поставить до середины 2014 года. Еще один фронт работ, который городские власти считают для себя главным, это борьба с незаконной торговлей. За последние два с половиной года демонтировали больше 3000 нелегальных ларьков. Есть в этой войне и потери, угрозы и даже нападения на сотрудников администрации. И проблемы эти есть сегодня при демонтаже буквально по каждой территории. Но хочу вас заверить, что несмотря на это, работа будет продолжена, потому что мы обязаны здесь обеспечить торжество закона. Острых вопросов после того, как отчет был завершен, хватало. Так депутата Федорова покорубили статьи в британских газетах. Английская пресса, рассказывая о Самаре и ее провалах на дорогах, рисует картина апокалипсиса. Скажем, негативные отражения Самары, ну понятно, что оно заказное, то что понятно, что это не так там все, то что они пишут. Но тем не менее вопрос провалов и вопрос, а по сути дела вопрос провалов это вопрос изношенности коммуникации. Я не думаю, что мне нужно комментировать там выступления материалы бульварной прессы. И в общем никому, тем более, да, что для вас должно быть важно. Мы ситуацию с вами в городе знаем, она действительно волнует и меня, и вас, и большинство горожан. Ну, во-первых, по провалам. Никакого там роста количества вот этих повреждений, коммуникаций, которые приводят к просадке дорожного полотна пешеходных зон, не происходит. 2008 год 334 случая, 2009 343, 2010 341, 2011 год там чуть около 300 их было сделано. И в 2012 на том же уровне. Здесь эффект срабатывает того, что сегодня каждый человек имеет мобильный телефон, который может нажать кнопочку, снять, выложить интернет, сказать, что это ужас-ужас. И, конечно же, он получит горячую поддержку, потому что если он выложит там, что что-то хорошо, ну, как правило, людей, мы знаем, психологию любого человека, это волнует и затрагивает реже. В средствах массовой информации звучит такая ремарка, знаете, как в фильме «Кавказской пленци», когда Шурику там зачитывают протоколы, говорит, затем на разваленных часовни, он говорит, часовни я тоже развалил. Вот у нас сейчас примерно в средствах массовой информации именно так подается. Тем не менее, проблемы с коммуникациями есть, признает Дмитрий Азаров и упоминает цифру, износ сетей доходит в иных местах до 90%. Сейчас городские власти проводят аудит инженерной инфраструктуры, разрабатывают комплексную программу по ее модернизации. Еще одна проблема, которую подняли на Думском заседании, это отсутствие парковок, она тоже требует стратегического подхода. Цель, рассказывает мэр, пересадит горожан на общественный транспорт, как это делают в Европе, потому парк автобусов, троллейбусов и трамваев планируют существенно обновить. Ну а пока городские власти идут на ужесточение переговоров с застройщиками. У нас улично-дорожная сеть Куйбышева исходила из расчетного количества 70 автомобилей на 1000 человек, а сейчас мы 350. Из-за этого у нас жесткие споры, кстати, и с застройщиками. Некоторые депутаты даже выходили с просьбой смягчить, пойти навстречу. В том числе, конечно, тут и обманутые дольщики, не дай бог, появятся. Но, в общем, мы стараемся эту позицию достаточно жестко держать. В итоге отчет мэра депутаты принимают единогласно, хотя и признают, что далеки от того, чтобы оценивать положение дел в Самаре, как идеальное. У нас нет никаких розовых очков. Безусловно, есть очень важные и сложные задачи, которые нам необходимо решать совместно. Нам есть над чем работать, и мы понимаем, как это взаимодействие организовать. Основные направления, основные задачи, которые стояли перед администрацией, они выполнили, я считаю, вполне успешно выполнили. Чувствуется, что эти проблемы хорошо знают, он их понимает, и самое главное, он видит пути их решения. Основные такие проблемы, которые наш город очень серьезно настораживает, это благоустройство, это дороги, это жилищно-коммунальное хозяйство. Конечно, мы видим, что проблем много, но если есть пути решения, значит, они будут решаться. Убирайтесь повсюду. То, что в Самаре еще ой как далеко до совершенства, факт очевидный. Подправить ситуацию призван месячник, который в этом году проходит с особым размахом, побивая прошлогодние рекорды по числу участников и по площади убранной территории. Но статистика это одно, а жизнь совсем другое. Проверить, насколько первая отличается от второго, самарский мэр решил на днях лично проехать не только по центральным улицам, которые более или менее привели в порядок, но и заглянув во дворы, в частности на улице Гагарина. Картина предстала отнюдь не парадная. Результаты же все-таки есть. Результаты есть, но лучше об этом жители спрашивать. У меня я вижу то, что плохо. Погода на неделе прямо-таки шептала, выйди и уберись. Насколько управляющие компании, а именно им доверили уборку во дворах, оказались чувствительны к зооприроду, решила проверить и я. Вместе с оператором, отправившись инспектировать самарские дворы, для променада выбрали центр. Результаты, доложу я вам, не самые оптимистичные. Но вот, к примеру, двор на Галактионовской. Дома 151-153. Ногодворника здесь явно давно не ступало. Пластиковые подснежники повсюду. Хрупкий порядок во дворе, рассказывают его жители. Здесь держится на плечах энтузиастов-одиночек. Есть время, выхожу, убираюсь. Никого я уже сейчас перестала звать, потому что говорю, почему не выходите, оно мне не надо. Я не знаю, почему. То ли народ такой равнодушный, то ли от лени. Раньше агитировали, а потом, знаете, это же надоедает. Я вообще считаю, человек, если под носом грязно. Ну, для себя же мы убираем, не вот там для кого-то. Это мы выйдем и уберем. Это все мелочи. Мы сами уберем. Лишь бы только нам вот, ну, тоже как-то помогали бы чем-то. Вот, инструмент бы дали там какие-то, грабли. Сколько лет живем, ни разу мы не видели дворника. Этот двор обслуживает ЖУ номер 3, МП-коммунальник. Претензий к нему у людей масса. В 151-м доме протекает крыша, в 153-м два года как сломано крыльцо. Какой уж тут субботник, говорят жильцы, если их жалобы игнорируют. Писали несколько раз, ходили. И вот все так. У меня вот, допустим, дочь беременная. Вот какими путями она спускается на улицу, одному Богу известно. Поэтому они не чешутся. То заявление они потеряли наше. А кому это вы писали? Вам. А где заявление? Показываем. А та, которая у вас принимала, уволилась. Вот так вот. Такие вот детские какие-то отговорки. Есть такая примета. Там, где появляется наша съемочная группа, на любые вопросы тут же находятся ответы. У нас есть заявление. Мне уже наша сотрудница сказала. Получили его только с 4-го предполаганного. Мы будем его рассматривать. Ну, будет какие-то мер предпринимать? Ну, естественно. Хотя в третьем ЖУ МП-коммунальник нам, разумеется, не рады. А вы у людей спросили, кто там гадит в этом дворе? Коммунальщики вполне и себе могут адресовать этот почти философский вопрос. У них во дворе и за забором все тоже далеко от идеала. Далее нас посылают, впрочем, вежливо, в другой офис коммунальника. Там про субботник больше знают, но предпочитают игру в догонялки. Угодим, девочки. Ну, давайте прямо на секунду. Да не могу, я у меня водитель ждет, мне надо уехать. Я вам не буду убирать. Я объясняю, согласно графику, мы все дворы глубинаем. И этот двор в том числе? И этот двор в том числе. Просто люди говорят, что там никогда не появлялись представители вашей конторы. Не надо. Люди все угодно наговорят. То есть думаете, что они убили? Много фантазируют. Хотите, проверьте потом. Вот мы по графику идем, по графику мы убираем. Конечно, проверю. Можете не сомневаться. И жителям Галактеновской сообщаю. Их двор в графике 25 апреля. Так что ждите. О явлении коммунальщиков народа давно мечтает и во дворе по Никитинской. Дом номер 50 после пожара. Он случился пять лет назад. Наладан дышит. А двор превратился в настоящую свалку. Местные Плюшкины тащат сюда все, что плохо лежит. Говорят, суровая жизненная необходимость. Стараются вот такие вещи не выкидывать. Все-таки живем в таких трущобах, что такие вещи могут пригодиться как бы в хозяйстве. Кто-то вот щебенку вот. Это как бы моя инициатива. Вот щебеночки четыре мешка где-то подсыпать. Чтобы грязи не было. Потому что после дождя здесь пройти вообще невозможно. Лужа стоит метров шесть. Надо либо сапоги болотные одевать. Либо, я не знаю, либо лодку. Станислав Львов, местный сторожил, рассказывает. Эти дома обслуживает управляющая компания «Альтернатива». Впрочем, он сам и его соседи догадываются об этом только по квитанциям. Самих коммунальщиков здесь никогда не видели. Что мы кидаем, мы уберем. А вот должны какие-то хотя бы веники какие-то принесли. Хоть бы пакеты принесли, куда складывать. А нам приходится просто на улицу выносить и надеяться на то, что приедет грузовая машина. Опять же, я думаю, это не альтернатива придет, а городские службы. Вот они убирают с улиц уже. Во дворах нет, мы их не видим уже очень давно. Они, я говорю, только приносят, разносят оплату за квартиру и все. В центре города такой вот бардак имеется, ну, как-то несерьезно. Застать на месте начальству «Альтернатива» мне не удалось. Как пояснили в конторе, все ушли на фронт, то бишь на месячник. Ладно, хорошо. Вообще, говорит, пообщаться он с вами не может, но по плану стоит на этой неделе отработка этого двора. Поживем, проверим. Но то, что далеко еще не все дворы привели в божеский вид, подтверждают не только мои субъективные выводы, но и объективные данные. На совещание в мэрии признали ситуацию плачевной. Пообещали на подмогу управляющим компаниям «Расти» не справляются. Прислать муниципальных служащих. Во дворах не видно активности. Редко, когда увидишь дворника. А если и увидишь, что он один бедный ковыряется, ну, ни о каком усилении вообще, усиление речи вообще не идет. Если у нас управляющие компании не справляются, если граждане не очень активно там во дворах работают, давайте вот выйдем в первую очередь на эти территории, ну, просто покажем, как нужно эту работу выполнять. Я надеюсь, личным примером мы сподвигнем на такой созидательный труд и жителей. Личным примером граждан чиновники весь чистый апрель вдохновляют, если Родина сказала надо, хочешь не хочешь, а придется сменить офисную одежду на рабочую униформу. Сегодня прикупила, потому что кроссовки никак не пойдут здесь грязно. Цветочка с радостным настроением, желтые, красные. Сидели в тепле хорошо в офисе, а тут грабли в руки и работать. Ну и что, ничего страшного. Старики, например, не могут по болезни, молодежь просто, может быть, не хочет, то почему бы нам это не сделать? Может, на местах уборки устраивать хип-хоп-вечеринки, тогда молодежь потянется? Можно, кстати, можно построить что-то, собрать что-то, какой-то людей, вот на подобии что-то Гарлем Шейк, вывезти вот стариков, молодежь и вперед с песней. Ну а если ваш двор ранит ваши эстетические чувства, есть два варианта. Либо вы взахлеб ругаете нерадивых коммунальщиков, испытываете моральное удовлетворение, но по-прежнему живете в грязи, либо сами выходите на уборку. Самый масштабный в этом году субботник был как раз сегодня, но если не успели, не беда. Взять в руки грабли и метлы никогда не поздно. Ну а у меня на сегодня все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова